Здравствуйте, дорогие друзья, читатели репортала «Аргументы и факты в Украине». Сегодня у нас в гостях шеф-редактор, соведущая проекта «Ревизор» в новом канале Анна Жижев. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте всем! Спасибо большое за вопросы, которые вы прислали. Постараюсь на все ответить. Мы очень постараемся задать все, но я не уверен, что мы справимся со всеми вопросами. А много, да? Очень много вопросов. Народ вас любит. Мы тоже любим свой народ. Так, пойдем сразу к вопросам. Первый вопрос от Александра. Планирует ли когда-нибудь команда «Ревизора» проводить ревизии около правительственных столовых и учреждений? Примерно таких, как торговые и точки общественных питания в зданиях Киевской Рады, например? Нет. А зачем? А зачем нам проверять места, в которых сидят пусть народные, но убранцы, депутаты? Мы программа, которая является потребителем номер один. И мы приходим в кафе, рестораны, отели и теперь уже второй сезон супермаркеты, чтобы показать обычным людям, хорошо там или плохо, чтобы рекомендовать эти места или нет. Причем здесь ведомственная столовая, в которой нам простым путь заказан. Не попасть никогда? Нет, попасть мы можем, потому что у команды «Ревизора» есть такое право на основе закона журналистики. Но простым смертным попасть, да. Поэтому незачем. Немного не наш формат. Спасибо. Следующий вопрос. Ксения Малышева. Здравствуйте, Анна. Знаю, что сейчас полным ходом идут съемки шестого сезона проекта «Ревизор». Какие планы на будущее? Будет ли седьмой сезон? Зрители очень ждут. Спасибо за вопрос Ксении Малышевой. Это друг «Ревизора» из сети во ВКонтакте. Вы не можете не знать, что съемки шестого сезона закончились. Осталось несколько командировок. Меня, как соведущей шеф-редактора, это контрольные проверки. Мы закроем долги, сделанные в пятом сезоне. Съемки седьмого сезона начнутся уже через два месяца. Мы вовсю планируем, проводим летучки, обсуждения. Работа не прекращается. Сеть предвкушений. Да. Контрольные проверки, это получается, что «Ревизор уже разочек съездил, посмотрел», да, то есть сказал там «Ребята, поправьте тут-тут-тут», а после этого приезжает еще одна проверка для того, чтобы «Ганка» подреагировали или что-то? Например. Или если на месте команда не смогла принять решение однозначное, потому что наши мнения разделились, и мы поставили ревизию на паузу и сказали, что мы обязательно вернемся без предупреждения, само собой. И проверим конкретные моменты, конкретные минусы, на которые мы указывали там. Ну, к примеру, полное отсутствие стикеров в ресторане, а в остальном все практически идеально. Чистота, порядок, головные упоры у поваров, вкусное меню, вкусная подача, хороший шеф-повар. Ну, вот просто не было у них такого правила. Как проходит контрольная проверка? Я захожу на кухню, если я вижу там стикеры, то все, вопрос закрыт. Они исправили ту проблему, на которую мы и указали. В случае с отелями, у нас есть должок в Херсоне, в отеле Бордо было не слишком чисто в номере. Небольшие огрехи. И у них была очень странная ценовая политика. Они брали деньги за дополнительную мини-косметику. Когда гость приезжает в отель и покупает номер, стоимость номера уже входит в зависимости от категории пользования. Тапочками, халатом, полотенцами, мини-косметикой. И если кому-то нужно больше, чем два тюбика геля для душа, то можно просто попросить, но не покупать их. Мы просили их пересмотреть этот момент, и их тоже ждет рано или поздно контрольная проверка. Спасибо. Вопрос от Ольги. Добрый день. Возможно, мой вопрос покажется немного наглым, но все же. Вам реально нравится Абрамов? Ну, в плане, как мужчина? Или это все наиграно? Просто это очень бросается в глаза. Если честно, иногда слишком навязчиво бывает непонятно. То ли я собираю визор, то ли давай поженись. Ну, простите. Когда Виктория Бордукова, руководитель проекта, приняла решение о том, что я, кроме шеф-редактора, становлюсь ей свой ведущий, стало гораздо комфортнее работать. Я появляюсь в кадре, Вадиму в отелях не скучно, потому что мы проводим совместные ревизии. Мы показываем женский взгляд, мужской взгляд. Конечно же, мне нравится Вадим как мужчина, и не только мне, а всей стране. Потому что я читаю отзывы девочек в интернете, в фейсбуке, во Вконтакте. И слоганом шестого сезона «Ревизора» является фраза «Непедробные эмоции». Если пятый сезон был справжен нечего в Виктории, то теперь это непедробные эмоции не только в «Ревизоре», но и в «Трастях». В продолжении очень много вопросов о том, правда ли слухи о вашем романе с Вадимом Абрамовым, неправда, расскажите, поделите, приокройте ли тайну. Выкрутиться я не буду, у меня на это все простой вопрос. Я столько времени провожу на работе и так охотно отвечаю на все вопросы по работе, что небольшая часть моей жизни, которую я считаю личной, я предпочитаю личной не оставлять. Спасибо. Выкрутились. Оля спрашивает. Анна, было приятно… Какая активная Оля. Может быть, другая Оля или 10-я Оля, да. Анна, было приятно видеть вас рядом с новым идущим «Ревизора», проверяющим чистоту постелей и санузлов. На кухне и в магазине вы обычно не принимаете участие в «Ревизии». Откуда такая избирательность с гостиничным номером? Я принимаю участие в каждой «Ревизии» как шеф-редактор, но в кадре появляюсь только в отелях и иногда в ресторанах во время дегустации. Почему в отелях? В номере, как правило, нет персонала. Мы можем пригласить горничного или директора в номер, но это скорее исключение из правил. И чтобы Вадиму было проще, комфортнее, комфортнее, конечно, ему нужны собеседники, и работа вдвоем спорится гораздо быстрее. Плюс я всегда считала, что одна голова хорошо, а две головы лучше. Я как девочка могу занятить больше, к примеру. А вот были какие-то моменты, когда, ну, ты уже оговорилась, потому что мужской-женский взгляд, да? То есть, в принципе, ну, как бы понятно. А тут были моменты, когда Вадим говорит, да нет, все нормально своим мужским взглядом. Ты же, м-м-м. Да, конечно, они бывают регулярно в каждом отеле, в каждом ресторане. К примеру, те вещи, которые я называю пятном, Вадим может назвать, м-м, пятнышко. Ну и по поводу лексики, очень часто нам дурикают глядачи, что Вадим бывает жестким по-мужски и называет вещи своими именами. Ну, то есть, если совершенно понятно, от чего пятно, то я бы предпочла услышать, что это там пятно от шоколада раньше. Но сейчас от Вадима, ну, я считаю, совершенно органично слышать происхождение пятна. Ну, потому что, ну, а как иначе? Ну, какой шоколад? Ну, все же мы понимаем. Еще много вопросов по поводу Вашей коллекции из отелей, косметики. Какой вопрос? Ну, просто дают люди, вот уже в конце. Как коллекция расширяется? Расширяется с каждым номером, с каждым ременью. Сколько уже? Я не могу считать, потому что я этим и пользуюсь. Начала я это собирать в, каком, в августе 2011 года с первых командировок, когда мы начали с ним... Нет, мы начали снимать раньше, мы начали снимать в июле 2011 года, в августе мы вышли в эфир. И вот с тех пор я в некоторых понравившихся отелях беру на память не набор мини-косметики, а именно мыло, на котором есть логотип отеля. Ну, большая коллекция, ну, давайте прикинем... Сейчас попытаемся прикинуть, 6 сезонов отснято, приблизительно 15-18 эпизодов в каждом, в каждой программе 2 отеля. Я у нас завис. Очень много. Ну, коллекция уменьшается, потому что ее пользуетесь ей? Она уменьшается с одной стороны, с каждой новой командировкой восполняется другими брусочками. Ну, это уже шутка. В команде Притула на Страстях как-то презентовал меня корзину мыла, только не отельного, а огромного. Вот, на, уже умойся, может быть. Интересно, спасибо. Вопрос от Анатолия. Планируете ли вы в этом сезоне расширять горизонты ревизора другими странами, в том числе Европы, учитывая, сколько языков знает новый ревизор? Это было бы действительно интересно. Мне кажется, планы команды не должны зависеть от интеллекта ведущего и количества языков, на котором он говорит. Мы начали сезон с проверки Батуми, то есть мы покупали в Грузии, в шестом сезоне за границей больше не планируется, но количество приглашений в Белоруссию, в Молдову, в Лондон, в Сан-Франциско, такое огромное, что мы все время об этом думаем. То есть, подумать, главное, какая будет в ближайшем. Вы знаете, у нас был опыт заграничных проверок в третьем сезоне, потом мы приостановились, потому что нам казалось, что пока в стране идет война, на дурачную буду ездить по Милану и Парижам и рекомендовать украинцам рестораны и отели там. Да, вот я сказала, есть приглашение, каким образом? И кто вас приглашает? Ну, не рестораны? У нас приглашают зрители, украинцы, которые там живут или работают. Я живу и работаю в Лондоне, смотрю вас в интернете, обожаю ревизор, пожалуйста, приезжайте. Я хожу в это место, в это и в это, как у меня, конечно, цены, я не что скрывать, с удовольствием. Если мы примем такое решение, мы обязательно пройдем. А по Украине, то есть по тому же принципу выбираете, куда ехать? Ну, условно говоря, что много вопросов, приглашаем, приглашаем, приглашаем. У нас работали на конференцию, вопросов очень много. Села, города... Мы так работаем. Первый критерий отбора заведений для проверки – это приглашение зрителей. Чем больше приглашения, тем больше шансов у города, а дальше у заведения быть проверенным. Все они принимаются в группах ревизоров, во Вконтакте, на Фейсбуке и на официальном сайте нового канала тоже есть, на страничке ревизор.новая.тв, простите, есть раздел приглашения. Мы все, каждое, каждое приглашение мы читаем, мониторим, обсуждаем. Так что, дорогие читатели, все приглашения только через социальные сети и сайт нового канала. Здесь мы, конечно, тут их не будем. Вопрос Люба Луцьев. За часть проведения в программе «Обициации» буду в кадре и с Ириной Волковым, и с Андреем Шабановым, и с Михаилом Шамановым. Так вот, с кем из них в паре вам комфортнейше працювать? Я здесь как шеф-редактор ревизора, но все равно отвечу спасибо большое за вопрос. Мне комфортно со всеми коллегами, потому что с каждым из них я очень давно знакома и давно сотрудничаю и в кадре, и дружу вне кадра. Больше всего я проработала с Ирой, и, наверное, она наименее… Ну, мне с ней просто комфортно, спокойно и очень органично. Все. Сейчас я только привыкаю к Шаманову, как к партнеру по Абзанцу. У нас с ним разные чувства юмора, но мне с ним весело. Иногда даже очень. Все еще впереди, да? Притирание коллектива. Ну, по сути, мы только начали. Мы вот с осенью вышли с ним в паре. Не скучно. Это однозначно, да. Это весело. Сергей Дикишин. Доброго вечера. Ну, вечером я даду вас Сергею. Придь, будь ласка, что вы робите, когда перешкоджают ваши деятельности? Как поступают такие выборы? Каким чином вы стали шеф-редактором? Это был певный выбор. Чувак обрали одразу. Раздели это два питания. Меня пригласила руководитель программы «Ревизор», Виктория Буртукова, стать шеф-редактором программы «Ревизор». На тот момент я был шеф-редактором подъема, который великий дан прикол и фрейминг. Подъем в том составе. Та тройка ведущих прекратила свою работу. Я тоже себя слабо представляла с кем-то другим. Поэтому я охотно согласилась продолжить работу на канале в «Ревизоре». И ни секунды об этом не жалею с весны 2011 года, когда вся эта каша заварилась. Про перешкоджание. Когда нам перешкоджают, мы просто продолжаем свою работу. Вы же это видите в эфире. Мы не выключаем камеры, а продолжаем съемку. Потому что мы скоро начнем снимать седьмой сезон. И неужели есть в Украине кто-то, кто до сих пор думает, что мы нарушаем закон. Как-то делаем свою работу. Многие вопросы возникают. Особенно на программе «Страсти» по «Ревизору», когда приглашаете тех людей, которые выгоняли вас и не пускали снимать. Это же не мы приглашаем. Программа «Страсти» — это совсем другой коллектив. Я там тоже приглашен и спикер. Так же, как и эксперты, так же, как и эти гости. И третья вопрос от Сергея Никишина. И еще одно запитание. Что будет работать с Рыжим? Если у Киева и области его никто не видел. Дякую. Это тоже друг «Ревизора» из странички, из моей официальной группы. Тут нужно объяснить другим зрителям. Рыжий — это кот. Я подобрала его в мае. Его сбила машина. И это был не кот, а кот, а тряпочка. Я много писала о нем в соцсетях. Он не дышал, не видел, не пил, не ел, забыл все рефлексы. У него была очень серьезная травма. Благодаря хорошим врачам и, наверное, тому, что я нашла его вовремя, его удалось спасти, частично вернуть ему зрение. Но почему-то его никто не хочет. Поэтому он сейчас живет у меня. Когда мне задают вопросы «Как там твой кот?», я говорю «Еще не пристроился». А мне говорят «По-моему, твой же кот отлично пристроился». Ну, в общем, Рыжий все еще у меня. Я по-прежнему ищу ему семью в Киеве и области. Почему так? Чтобы время от времени напроведывать. Потому что за полгода, пока он живет у меня, и я учила его заново есть из чайной ложки, я тоже буду привязываться. Спасибо. Надеюсь, что Рыжего пристроите. Или останется у вас. Ну, хотелось бы пристроить. С моим графиком, мне хотелось бы, чтобы этот кот был чуть более счастливым котом. А вообще у вас есть еще какие-то домашние животные? У меня были домашние животные. И они не так давно оба умерли. И кошка, и кот. И поэтому, мне кажется, что я пока не готова заводить новое животное. По крайней мере, пока я с ревизором, и очень много времени проживаю в коммунизировках. Мне кажется, что любой кот рассчитывает, имеет право рассчитывать на хозяйку дома, а не где-то. Спасибо. Спасибо за вопрос. Мне кажется, образ, который продумали, воплотили стилисты, и утвердила руководитель, ну, всем нравится. А по поводу очков могу сказать одно. Я пыталась носить линзы, и даже в понедельник в страстях в Запорожье я была в линзах. Но все же знают, все, кто носит линзы, знают, насколько это неудобно и дискомфортно. Особенно по утрам, если с просоней ты куда-то бежишь, или, не дай бог, она куда-то съезжает во время важной встречи или интервью. В общем, очки, ну все. Очки это навсегда. Плюс образ, плюс стиль, мне так удобнее. В очках удобнее, потому что зрение не очень хорошее, это правда. Но без очков мир намного мягче, а в очках зато меня сразу узнают. Кстати, по поводу маскировки, у меня правда очень приятно, что узнают на улицах, часто просит фотографироваться и автограф, но для того, чтобы замаскироваться, капитан, который сдает машину в ТО, и возвращается в метро, он одевает там хепку и капюшон. У меня достаточно снятия из киев, и уже у людей сомнения. Та же в окулярах, нет. Та в окулярах. Ровненькая. Люба Лутик, скажите, кем бы мрел из такой удопинции? Врачом, хирургом. А почему бы вы поменяли свой план? Ничего ж не стало. Я училась в першколе, знала английский язык, 10 лет его учила, а потом поступила в университет на факультет иностранных языков, а потом поехала с телевидением. Мне кажется, врачом становится уже поздно, потому что 6 лет учебы на дневной форме, потом какая-то практика. Ну вот есть во мне что-то такое. Лидература 2 года. Так и хочется кого-то препарировать. 8 лет учебы. Так и хочется кого-то препарировать, это отлично. Анастасия Романчук спрашивает, не знаю, вас. Где лучше развивается группа ревизоров? Вконтакте либо Фейсбуке? Есть ли у вас в группе Фейсбука друзья, которые часто пишут? Есть. Настя Романчук. Это вдруг во Вконтакте. Спасибо большое за вопрос. Фейсбук тоже активно развивается. Там вот-вот будет 90... Вот-вот будет 100 тысяч. Сейчас чуть больше 97 тысяч. Во Вконтакте уже... Мы давно потеряли счет от радости. Каждый день столько новых друзей приходит. Простите. Пишут много. И во Вконтакте, Фейсбуке группа активно развивается. Я помню недавнюю историю. Виктория Бордукова сделала в ревизорской группе репост про поезда. На правилах Украинского залезницы такого количества репостов несколько тысяч за полчаса, час-полтора. И мы не видели, не помним такого количества лайков и репостов и обсуждения как с этим постом. То есть Украинского залезницы болит. Это больной мозоль у абсолютно каждого украинца. В продолжение этого дела не собирается ревизор лить? Раз такой интерес. Уже? Уже? Встречайте в новом сезоне. Вы сейчас проверяете поезда? Да. Да, мы проверяем. Что мы их там найти? Спрашивает Анастасия. Хотим найти, согласно купленным билетам, чистоту, порядок и обслуживание. А проверяются какие-то определенные направления? Я пока не могу об этом говорить. Я просто заявила тему, что поезда в новом сезоне будут. Хорошо. А вообще такой вопрос, который многих, наверное, интересует. Не могу не задать его, потому что его спрашивают через один вопрос по поводу отношений с Ольгой Фреймут и с программой. Немножко как-то оставить Александр. Акценты отношений с Ольгой Фреймут сейчас, к сожалению, нет. Вот и весь ответ. По поводу программы на другом канале, скорее вопрос к юристам. Я не слишком в этом подкована. Я понимаю, что происходит и могу ответить коротко, что сейчас новый канал подал касацию. И мы ждем совсем скоро нового решения. Спасибо. Не за что. Коротко и понятно. Алиса. Здравствуйте. Вы видели множество ресторанов Украины. Какой ресторан Вы бы посетили с удовольствием, как обычный гость или топ-3, если тяжело выбрать один? А также отметьте самую напоминающую для Вас ревизию. Ого! Очень сложный вопрос. Я с удовольствием, как гость, приду в любой из награжденных ревизором ресторанов с серебряной табличкой, с перепроверенной золотой и с новой табличкой за шестой сезон пятый. Я не могу выделить топ-3. Хотя, наверное, могу, но будет ли это правильно? У меня есть ресторан в Чернигове, который мы проверили и наградили в прошлом сезоне. Для понимания я могу на выходных проснуться и понять, что я хочу пообедать в этом ресторане, сесть в машину, приехать пообедать и вернуться в Киев. Вот настолько хорошо. Есть еще один любимый ресторан в Полтаве. Туда добраться сложнее, но, тем не менее, иногда я предпринимаю поездки. Гастро-тур на выходные, поесть потрясающую полтавскую кухню. И есть любимый ресторан в Одессе. Каждый раз, в каждый приезд в Одессе я в нем бываю. Даже несколько раз. Слушай, а эти рестораны ты уже для себя после ревизии открыла или до этого? После ревизии. Это то, что мы нашли в командировках благодаря зрителям, которые нас туда позвали. И спасибо. А вот сам это наша ревизия для каждого? Я бы сказала, что каждая запоминающаяся. Потому что мы сейчас очень много внимания уделяем общению с людьми и с персоналом. Не с гостями зала, а с поварами, с официантами. И часто встречаются такие истории, которые сносят голову в хорошем смысле. Я не могу не вспомнить о Запорожье. В понедельник только вышел эфир и продолжение истории получилось в страстях. Это впервые, когда команда ревизора приняла решение остановить ревизию. Впервые. Мы никогда не выключали камеры. Но здесь Оксана, директор отеля «Пектораль» на острове Хортица, она нас просто покорила своей историей. Отель «Пектораль» в тот момент принимал беженцев совершенно полностью. Переселенцев, точнее, простите, пожалуйста. Весь отель был отдан бесплатно переселенцам. И сотрудники отеля за свой счет и своими силами помогали им обживаться продуктами, вещами в первой необходимости. И эта работа теперь о личном. Оксана со страшным диагнозом после четырех курсов химиотерапии продолжала работать и помогать другим людям. Мы пригласили ее на страсти. Мы плакали в понедельник и в павильоне, и в понедельник во время эфира. Уже команда страстей в понедельник устроила все так, что новый канал берет на себя расходы по пластической операции. И две недели назад уже прошла предварительная консультация, предварительная операция. Сейчас у Оксаны все хорошо. У нее потрясающие подруги, которые, мне кажется, ближе у нее никого и быть не может. Таких девчонок, которые за руку провели ее через всю эту историю. И они ее называют наши мелкие неприятности. Оксана сама в интервью рассказывала, что в палате после операции ее спросили, а вы здесь по какому поводу? Она говорит, палец порезала и смеется. То есть человек несгибаемой воли, и нужно брать пример с нее. Я очень рада, что мы смогли познакомиться и узнать эту историю. И еще одно. Я бы хотела обратиться ко всем женщинам и девочкам. Пожалуйста, делайте УЗИ молочной железы хотя бы раз в полгода, чтобы жить спокойно. После выхода программы в эфир мне написали наши зрители в личные сообщения, что спасибо. Сегодня всего среда. За вчерашний день я получила очень много сообщений. Я сегодня была у маммолога. И я считаю, что это тоже очень важно. Вот. Немножко разваловалась, но продолжаем. Спасибо вам. Первый этап операции у женщины прошел успешно. Первый этап две недели назад прошел успешно. Через неделю она снова возвращается в Киев и продолжает. То есть мы идем к тому, что у нее все будет в порядке. И очень приятно, что мой канал тоже приложил к этому. Спасибо вам, спасибо новому каналу. Это очень хорошее дело. Юлия, 14 лет. Поделитесь секретом, как вы успеваете быть шеф-редактором ревизора, бегать в разные рестораны по всей стране и быть водящим в абзаце? Где вы берете энергию и как успеваете постоянно прекрасно выглядеть? Пусть работа интересна, но вы наверняка устаете от нее. Вас бы в книгу рекордов Гиннеса внести как самого активного журналиста? Да, мне кажется, работа журналиста всегда такая. И все журналисты считают себя достойными книгами рекордов Гиннеса. На самом деле никакого секрета нет. У меня есть график работы в абзаце неделю через неделю. И он предопределен до 31 декабря уже. Я знаю, когда я в эфире, когда я свободна. Ну а в команде ревизора работают гуру логистики, которые планируют мои поездки так, чтобы была возможность оставаться и отдыхать. Как ты бодришься? То есть то, что развели... Бодрюсь? Нет, я сплю. Между поездками и эфирами я сплю. Стараюсь спать и днем, и больше часов ночи, потому что в командировках спать удается очень мало. То есть секрет прекрасный вылет – это сон? Да. Сон, свежий воздух, загород, близкие люди рядом. И общение не о работе. Только о хорошем, да? Да, единым. Для структуры время от времени. Ярослав спрашивает. Анна, вы проводите ревизию в местах, но все-таки, когда идете до маленьких мест, районных селищ, или планируете проводить ревизию в школах 30к? Ну так, два вопроса в одном. Сейчас отвечу на первый. Мы не проверяем только большие города. Послушайте, по-вашему Моршин – большой город, Стрий – большой город, Бердичев побольше, но тоже не большой город. Кирилловка – это поселок городского типа. Послушайте, мы ездим по всему, куда вы нас зовете. По поводу второго вопроса – школы, детские сады? Пожалуй, нет. По формату ревизора команда приходит в места, которые мы потенциально награждаем или не награждаем. То есть, рекомендуем или не рекомендуем. Проверим мы детсад в той же Кирилловке. Я даже не уверена, что в Кирилловке есть детсад. Ну, в каком-то городе проверим детсад. Как мы можем рекомендовать детский сад на юге страны жителям с севера? Или не рекомендовать? Или не рекомендовать. Мы попробовали. Мы проверили детсад в первом сезоне. И школу мы проверяли. Школу Педанов в Хмельницком. А детский сад был, кажется, в Днепропетровске. Но ревизии не заканчиваются по формату вердиктом ревизора. Поэтому мы перестали. Судивительно, в Кирилловке где-то миллион людей отдыхает. Да, но вы знаете, что в Кирилловке сезон только три месяца и все. А потом они девять месяцев скучают, и я даже не с ним чем занимаюсь. Все не выращивают. Нет, все не выращивают. Ой, спасибо. Наталья спрашивает. В здании придачи ревизор для вас самое важное сделать шоу или все-таки показать реальную ситуацию заведения и повлиять на владельцев в случае нарушений? Обидно, что возникают такие вопросы. Спасибо за него. Вы ответили на него второй частью. Конечно же, для команды ревизора важно изменить в стране сервис. И помочь, а не замочить конкретному ресторатору или ательеру осознать свои ошибки, которые они не видят из замыленного взгляда. Каждый день. Много вопросов по ситуации в Запорожье. Программа не вели на многим нашим читателям, на ваших поклонникам. По поводу ситуации в Запорожье. Много ситуаций, когда неадекватные люди пристегают руки. Так это стало все в Запорожье. Мое питание. Чего программа ревизор не найме охрану для захиста? У нас есть охранник. Отчасти это связано с дорогущей аппаратурой, с большим количеством техники, которую мы возим за собой. После очередного нападения в третьем сезоне, новый канал и руководство программы Ревизор приняли решение присоединить к команде охранника. Ну, как я понимаю, он не сразу включается в ситуацию. То есть он включается в том случае, если... В том случае, если угроза техники. Когда начинают вырывать видоискателей и просто там шуруп. Слава богу, такого пока не было. Неадекватных людей, к сожалению, много. Но если вовремя сказать, озвучить стоимость камеры, то это сбавляет их кровь. Ну, вот у мужчины в Запорожье, по крайней мере, из тех кадров, которые я видел, то есть на них не создалось впечатление, что его можно сказать, чувак, оно дорого стоит, он успокоится. То есть, тем не менее, мы не видим в кадре охранника или опять-таки он как-то там смотрит, пока справляетесь, пока там лица не бьют. У меня нет оправдания конкретно этому эпизоду, потому что даже на страстях я так и не поняла, что это было. Ну, никто, наверное, не было. Как человек объяснял, выковидит свое мнение. Следующий вопрос уже, кстати, в этом, Виктор. Доброе время и суток. Сюжет программы показан на эпизодах с работниками и владельцами заведения, в которых были проведены ревизии, подпадающие под действие статьи из первой УК Украины, с правом следующим предъявить гражданский иск в рамках уголовного производства. Однако ни разу не было никакой информации об открытии уголовного производства, нанесении обительного приговора, а также размещении причиненного ущерба. Ну, как же не было информации. Наши юристы и команда ревизора охотно дает интервью на эти темы. Продолжаются судебные тяжбы. Мы не всегда вызываем милицию, оставляем заявление и прямо инициируем производство. Наши юристы работают в тех нескольких направлениях, где это произошло. И на местах судьи, к сожалению, не затягивают процесс. Спасибо большое. Тут опять, как говорится, миллион-миллион вопросов о Вадиме Абрамов и Оли Фреймут. И, как говорится, такой вопрос задают, наверное, раз, будет ли совместное шоу Вадима Абрамова и Оли Фреймута. Нет, мне ничего об этом не известно. Мы через два месяца начинаем съемки седьмого сезона с Вадимом. Дорогие друзья, нет. Вопрос. Настя спрашивает. Здравствуйте. Обожаю ревизор. Мы с подругой после ваших программ стали тоже шуточно снимать свою ревизию во всех кафе, где бываем. Мне нравится то, что вы делаете. Вот смотрю в страсти по ревизору. Замечаю такую вещь. Судишь, кому часто в детстве заведения позволяют недостойное поведение? Имеют ли право не пускать в свое заведение препятствовать съемки? Суть ли законная база или на каких законных основаниях, кроме того, что жители пригласили ревизора в город, может происходить осмотр? Осмотр. Осмотр. Тела. Такие желания быть врачом периодически проскальзывают. Конечно же, мы работаем на самых законных основаниях. Шесть сезонов мы отсняли и нас везде впускали, потому что они имеют право не впускать. Но я подозреваю, что вы спрашиваете с выгодой для себя, как бы вам попасть на кухню, потому что очевидно, что ваша и подруженская ревизии ограничиваются только залом ресторана или номером отеля. Для того, чтобы вы попали на кухню, вам нужно стать журналистом, получить пресс-карту и работать действительно журналистом. Тогда у вас при наличии редакционного задания, медицинской книжки, действующей и пресс-карты, будет возможность попытаться. Попытаться. Барышня сказала по поводу своих ревизий. Я же точно знаю, что начинают мало того, что проводить свои ревизии, еще и свои знаки вешать. То есть ревизор постоянно пишет, говорит о том, что есть поддельные появляются. Как с этим боретесь? Как часто появляются и, возможно, забавные случаи с этим? Отследить нам невозможно 100% это. Благодаря зрителям, которые пишут нам в группу, присылают фотографии, мы это видим. К примеру, табличка золотая ревизор рекомендует в маршрутке. Ну вот водитель считает, что у него чисто, вкусно, красиво и в порядке интерьер. Ну что тут сделаешь? Остается к этому относиться с юмором. Или там, к примеру, на рынке в палатке с резиновой обувью. Ревизор рекомендует. Это смешно. Но, когда рестораны вывешивают себе таблички, особенно ресторан в Черновцах, который мы проверили и не рекомендовали, но они распечатали и повесили себе табличку и об этом нам написали зрителю, это уже не смешно, это серьезно. А вот как? Ну есть юридические основания прийти? Он сказал, ну блин, классная картинка, повесил. Или она, ну как, вы же боретесь наверняка с этим? Ну ладно, маршруточник это такое, посмеялись и забыли. Если мы узнаем о таких вот, ну конечно мы пытаемся, мы обращаемся к нашим юристам, которые уже продолжают. Наверняка они звонят и говорят, вы нарушаете авторские права команды ревизор на использование товарного знака. Ну, я знаю только об одном случае, вот самый свежайший в Черновцах, а все остальное это просто смешно. Ну, это не стоит выйти на яйца, ну это смешно, правда, в табличках маршрутки. Хотя, возможно, это такое завуалированное приглашение на проверку. Народная любовь как выражаетесь. Ой, этого ли хотели вы, дорогой водитель? Следующий вопрос от Мазур Лилия. Анечка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, откуда возникла такая идея создать такой проект, который борется за чистоту и справедливость в мире, который помогает людям и спасает политическую и человеческую жизнь. Кто был основателем идеи? Виктория? И вообще, как набиралась команда? Лилия это друг из Вакконтакта, поэтому она так апеллирует именами. Здравствуй, Лилечка. Мне кажется, мы очень много рассказывали эту историю. Когда-то в подъеме, который великодан Притулов Реймут, была рубрика «Перъем рекомендузия». Мы проверяли рестораны в стране перед началом Евро 2012. Насколько эти рестораны готовы принять иностранных гостей. Это было что-то вроде Мишленовского гида. Потом из этой рубрики, у Творческого совета канала, возникла идея сделать расширенную программу. И Виктория Бурдукова, один из директоров канала, сказала, что я беру это на себя, потому что мне интересно. Виктория, а она всегда с нами в командировках, и я знаю, насколько она, как же сказать понякче, требовательный потребитель. Да и мы все теперь, все из команды Ревизора очень требовательны, не только в работе. То есть, если мы оплачиваем номер определенного уровня, мы бы хотели его получить. В общем, в Ревизоре подобрались все эти люди, которые и лично для себя готовы бороться за надлежащий уровень сервиса. И с удовольствием делаем это ради всех. Ну и все это произошло весной 2011 года. Виктория собрала команду. К слову, весь костяк команды – это новоканальцы, которые долгие годы там проработали. У нас в первых двух сезонах, в первых полутора сезонах, был сторонний режиссер со стороны, Сережа Озерянский. Потом мы пригласили Данилу Джипо, режиссера-постановщика «Подъема». Теперь он наш режпост. Вот. То есть команда сколотилась отличная, мы до сих пор вместе работаем, получаем удовольствие и планируем седьмой сезон. Как вы вообще попали в телевидение? У меня дома, в квартире… На телевизоре? Нет, у меня дома в квартире была студия кабинета телевидения. Это делал папа. И мы вещали на район, а мама была диктором. И каждый вечер в шесть она садилась в микрофон и говорила, «Добрый вечер, дорогие жители Ковалевки! Сейчас я вам расскажу программу передач в шесть мультик, в семь фильм и все». Я на это смотрела, 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 смотрела. А мне нельзя было рассказывать, потому что, ну, куча аппаратуры, куча спутниковых антенн, видеомонтофоны, кассеты. Ну, просто сказать, что у меня дома такое вот. Нельзя. В школе мне не верили, когда я пыталась кому-то вот… И тогда я шла на хитрости. Я приходила в школу утром и говорила, «Хотите, я скажу, какой фильм сегодня будет вечером?» Потому что, конечно, я это знала. И они все звонили мне вечером во время фильма, «А как? Ну как? Ну откуда ты знаешь?» Я говорю, «Ну я же вам говорила!» Поэтому, когда на областном телевидении выходила в эфир и детско-юношеская программа «Новый мастерший хвост», мой друг позвонил и сказал, «Давай, ну ты как-никак не чужая на телевидении, ты, по крайней мере, ты видела, как это делается». А мне тогда было 13. И с этого момента все пошло вообще не в ту сторону, в которую я планировала свою жизнь. Все, с 13 лет я работала. В этом году… Он уже был уважен. Был юбилей. В следующем году еще один юбилей. Да, интересно. Из домашнего, как говорится, кабельного телевидения на оценарный канал. Очень приятно. Я тоже довольна. Много вопросов спрашивают, например, в примере Ольги. Когда вы были в Мелитополе, в каком заведении питалась вся съемочная группа? Конкретно в Мелитополе съемочная группа не питалась. Потому что с каждой новой проверкой мы понимали, что ой, мы заезжали в супермаркет, покупали йогурты. Мальчишки покупали себе какие-то более мужские снеки. Я точно помню, что я пила минеральную воду, утром пила йогурты, меня ужинала и все. То есть это такая была голодная командировка. Ну, просто я сам человек с Мелитополя. Я посмотрел специально ваши программы. Да. Так оно и есть на самом деле в нашем родном городе. Плюс, важный момент, мы в командировках не делаем обеденных перерывов. Мы утром выезжаем на съемку, ближе к ночи их заканчиваем и только потом можем расслабиться. Потому что, ну, обеды расслабляют и не хотелось бы просто терять время. Вот. Спасибо большое. Так, вопросы все, конечно, все приглашают, приглашают, приглашают. Да, приедем, приедем. Крымчух, Ревизор, 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 Ревизор. Такой вопрос от Георгия. Анна, имеет возможность ли Ревизор поехать на территорию Донбасса и проверить пиццерию? На оккупированной территории спрашивают, вот можно ли сделать такие ревизорные? У нас, безусловно, как у журналистов есть возможность поехать на оккупированную территорию, но я обещаю как шеф-редактор от имени всей команды, что, когда закончится война, мы обязательно приедем в Донбасс с проверками, с рекомендациями, с табличками. Дмитро, шановна Ганна Витальевна, не без ваших усилий в РФ показывают уже третий сезон программы Ревизоров. Ревизоров. Дуже дякую за це. Яка ваша загальна оцінка работы российских коллег? Почути в вопросах. Дуже много внутренних слов. Очень приятно. Ну, я безумно рада за телеканал «Пятница» и рада за новый канал, потому что для Украины это прецедент. Это первый формат, который купили за рубежом. Не важно, где за рубежом. Мне кажется, что это счастье, что я к этому тоже немножко причастна. Я смотрю «Ревизоро» с «Ляной летучей» и узнаю в ней нас времен первого сезона. И точно так же, как и мы, «Ревизоро» с каждым новым сезоном, с каждой передачей становится все крепче, жестче, справедливее. Чи дивитесь вы в выпуски нового сезона «Ревизороо» и как все до того, что в сотен сезоне программы будут вести сразу два ведущих – «Лена летучая» и «Клін Поплавский»? Я уже говорила сегодня, что одна голова хорошо, а две лучше. Да, две лучше. Да, я смотрю очень часто в выпуски программы «Лена летучая». И по поводу ведущих и ведущего. Территория Российской Федерации настолько большая, что, мне кажется, вдвоем они будут справляться лучше и быстрее. Мне кажется, в их случае это правильно. Плюс наша команда тоже периодично застосовывает МНЭ как соведущую со своими контрольными, совершенно отдельными от основных ревизий проверками. В любом случае, и еще, пожалуй, надо сказать, что в любом случае решение принимает команда, а кто его озвучивает, ведущий или ведущая особенной роли для ресторана и для зрителей не играет. То есть по теме «Ревизороо» это будет в одной программе «Лена летучая», а в другом программе будет «Клін Поплавский»? Я не владею такой информацией пока, но что я могу сказать эксклюзивно вам? Вчера стало известно, что новый канал продал права на адаптацию еще и страстей «Ревизорооо». Поэтому, как только на пятницу выйдет пост-шоу, я думаю, на все вопросы ответы мы узнаем из него. Почему двое ведущих, кто за что отвечает, кто за юг, кто за запад или как они делят между собой страну? В прошлом смысле слова. Продолжение. Чи не сопричит это на обведение тією тенденцией, которая створена творчей группой «Товариство Новый канал»? Та вами особисто. Что там два ведущих, один ведущий. И вдячний за відповідь гадач до Российской Федерации. Украинской мовой. Прекрасно. Я кажу, кто украинская мова влядача... Может, не наш. Только все, не там. Я не считаю, что это чему-то противоречит, потому что у нас тоже были с третьего сезона проверки, когда основной программой была Ольга, а в какие-то места ездила я с контрольными. Это было неплохо. Зритель получал анализ ресторана или отеля более глубокий, что ли. И пролонгированная проверка – это тоже хорошо, потому что на момент ревизии может быть что-то не так, а потом мы приезжаем и либо застаём ресторан или отель в идеальном состоянии, либо мы понимаем, что ничего не изменилось и табличка отбирается. Было же так. У нас есть награждённый ресторан в Харькове. С чего начались контроли моей проверки? В Харькове был награждённый ресторан, и зрителям написали – вы сошли с ума. Как вы могли дать табличку ресторану, в котором ходят тараканы? Ну и вообще всё ужасно. Мы это всё читали, читали. Не понимали, как это уже было. И потом выяснилось, что этот ресторан понимал, что команда в городе, и просто сделал внеплановую генеральную уборку, и по горячим следам генеральной уборки понятно, что у них всё было в порядке. Было решено ведре ДТМН, и всё. Я приехала и отобрала табличку, потому что порядка там не нашлось. Они не могли знать, что я приеду, они не были готовы. И по всем документам и объявлениям у них была генеральная уборка накануне, но при ближайшем рассмотрении, я там двигала холодильники, заглядывала во всякие шкафы, всё плохо. Всё, и табличка как появилась, так и исчезла. Её очень сложно заработать, но, как оказывается, очень легко потерять. И это доказывают и повторные проверки ревизора, и мои контрольные. Я надеюсь, я вас не запутала, но мне кажется, что зрители понимают, о чём я говорю. Вообще, вот маленькие города, вот тоже Мелитополь, но если вы приезжаете в город, уже все знают, что будут проверки по ресторанам, там, отелям и всё. Да. И они готовятся. Ну, у них есть возможность готовиться, хотя бы по верхам прибраться, но почему-то не все этим пользуются. Вы знаете, всегда очень весело приезжать в Ужгород. Там есть какой-то контрольно-пропускной пункт между Львовом и Ужгородом, где мы притормаживаем. И оттуда всегда звонят в определённый отель, в котором команда ревизора традиционно останавливается и говорят «воны едут». Из отеля сразу же поняв. Алло, ресторан такой-то, будут за годыну. Алло, отель такой-то, едут, будут за годыну. Это нам рассказывали отельеры, мы показывали интервью об этом и эту историю в фильме «Ревизор без купюр», который мы сделали после четырёх сезонов. Ну, бывает и так. Да, интересно. А в Мелитополе, кстати, в одном из ресторанов мы приходим, а на кухне висит фотография Вадима. И Вадим такой… Это в башню было. Да. А зачем? Ну, вот просто, чтобы не ошибиться. Вы знали, вы едет новый ревизор. Да. Да, интересно, конечно. Ну, если бы проверки не показываются, да? Или не спускают, например, в маленьких городах, в рестораны, в отели. И то, что вот вы приехали и пустили, вы показываете всё. Что вы имеете в виду, проверки не показываются. Ревизор выдаёт в эфир абсолютно всё, что мы снимаем. Единственное было исключение в Запорожье. Мы в понедельник это показывали, в «Страстях» показали эпизод, и мы это уже сегодня обсудили. Иногда бывает, что хронометраж программы настолько огромен, что одну из ревизий мы вынуждены вынуть из программы, но мы её показываем в интернете. А потом, рано или поздно, в конце сезона, мы это всё не показаны в эфире. Вот так. Всё равно оно попадает. Конечно, конечно. Станислав Яковенко, Ганна, доброго дня. Хотел запитать, какими принципами керуется ревизор при оценке стану будь-якого супермаркета? И что еще может стать объектом зацикавления при подобной ревизии? Супермаркета – это новая галузь ревизорства, поэтому меня интересует это вопрос. Чекаю вашего ответа. Спасибо за вопрос. Супермаркеты для нас это новая территория. И в прошлом сезоне мы, не могу сказать, что мы были прям слепыми котятами, но мы не слишком были подкованы в вопросе к этому. С нового сезона наше нововведение – это эксперт по супермаркетам Наталья Петряшова, которая ездит с нами в командировки и проводит параллельную ревизию. И если мы по верхам можем найти просроченные продукты, плохое хранение, неправильное хранение, неправильные температурные режимы, и мы, как журналисты, можем зайти на склад или в отдел кулинарии посмотреть, как и где это все готовится, то Наташа, как эксперт, находит такие вещи, о которых никто бы из нас даже не подумал, что это серьезное большое нарушение. И, к примеру, алкоголь, который продается без акцизных марок или с наторованными акцизными марками, грозит большими серьезными проблемами для супермаркета и даже лишением лицензии на право продавать алкоголь. А то, что творится в цехах, когда мы туда заходим и видим иногда в мясных. В общем, в этом сезоне мы щупаем супермаркеты основательно и с двух сторон. Ой... Я иногда вспоминаю картинки и волосы встают дыбом даже от воспоминаний. Да, посмотрите, я смотрю это по телевизору, у меня волосы встают дыбом, что происходит в супермаркете. Мне кажется, ужасно, что может быть. В таких случаях хочется срочно обратиться ко всем изобретателям, чтобы они скорее придумали пристричь, который передавал бы запах. Потому что есть чудовищные, чудовищные места, где невозможно дышать, а там хранятся продукты, которые потом попадают в зал, вы их покупаете, они лежат рядом с просроченными и никто из вас этого не знает. Фух... И нам бы хотелось не знать, не видеть, забыть как страшный сон и никогда больше такого не встречать. Еще хотела что сказать, раз мы заговорили о супермаркетах, все знают, что сейчас в стране действуют моратории на внеплановые проверки санстанции, а даже если они и случаются, то санстанция обязана предупредить заведение за две недели. Ну и о какой объективности может эти речь? Команде ревизора удалось не только проверить и не наградить ресторан и оставить отзыв в книге жалоб с наклейкой «не рекомендуем». Мы добились того, что их проверила инспекция по вопросам защиты прав потребителей, супермаркету грозит серьезный штраф. То есть мы добились того, что их таки проверили. Это была волокита, это были пинг-понг из запросов, из факсов, отказы, нет оснований. Да как нет оснований? Вы посмотрите, посмотрите видео, посмотрите, что мы написали в книге жалоб, перечислили все свои находки, «Того не достаточно». Ну и в итоге штраф будет, и я очень надеюсь, что супермаркет возьмется за лоб. То есть наша система все равно отфутболивает, и даже когда показывают наглядные факты, все равно это как считается? Да. Это поступило санстанцией, и мы об этом обязательно... Санстанция всей страны отфутболила запрос местной санстанции, но все усилия на себя взяла инспекция Милинская по вопросам потребителей. Сегодня эта новость уже есть в прессе с утра, что ревизору удалось наложить штраф на супермаркет несмотря на мораторию. Спасибо большое. Победили. Маленькая, но победа. Первая, но победа. И по времени, несмотря на последний вопрос, Андрей... О боже, час прошел. Добрый день. Давно цикавило это вопрос, почему в абзаце вы говорите украинскую мову, а в страстях російськую? Нет, я не против российской. Просто мне очень понравилось, как мило звучно, вы разговариваете украинскую мову. Привет, Андрей, рада тебя чути. Спасибо за вопрос. В абзаце я говорю украинскую, потому что абзац выник из репортера. Это были новины, которые я вела, и логично, что я там продолжу говорить украинскую. В страстях я говорю по-русски, потому что русский мой родной язык. Я с детства, с рождения в семье говорю, легче формулирую. А страсти – это такая программа, где подумать не приходится, нужно резать правду матку, отвечать и защищать любимую программу сразу. Плюс так решила наша руководитель Виктория Гордукова, потому что мы много общаемся вне работы, и по работе в том числе по-русски. И она прекрасно понимает, что по-русски мне быстрее формулировать мысли, и я быстрее и реактивнее отвечаю на пасы. У меня добросовестный ресторатор и отельер. Спасибо большое от Вас на прощание, пожелания читателям «Аргументы и факты», зрителям нового канала Украины. Я бы хотела всем пожелать крепкого здоровья и внимания в супермаркетах, в отелях и ресторанах. Мы продолжим о Вас заботиться. Спасибо, что смотрите. Ждем в эфире и в официальных группах. А Вам большое спасибо за конференцию, за приглашение и за то, что наши зрители и Ваши читатели прислали столько интересных вопросов. Мне было интересно. Спасибо Вам большое. До свидания. До свидания.